По традиции, прошедшие праздники выдались неспокойными для экстренных служб. В Чувашии открыт счет преступлением и чрезвычайным происшествием. В то же время жители республики стали меньше нарушать общественный порядок. В местах проведения массовых мероприятий таких случаев не зарегистрировано вовсе. А в обратной стороне новогодних каникул материал Дмитрия Ковалева. Счет несчастным случаем в республике открылся уже в первые часы нового года. В Чебоксарах 1 января из окна своего дома выпала 35-летняя женщина. Следователи установили, что она пыталась спуститься на балкон к своим соседям, с которыми накануне распивала спиртные напитки. Упав с балкона 4 этажа, женщина получила серьезные травмы и скончалась до приезда медиков. А в Алатарском районе во дворе своего дома было обнаружено тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения организма. На территории Чувашской республики зарегистрировано 11 фактов смерти местных жителей от общего переохлаждения организма. Сообщения о таких случаях поступали из самых различных районов республики, а также из города Чебоксары. Так, например, около 5 часов утра 1 января текущего года в деревне Новая Ачекасы, во дворе своего домохозяйства в Канарском районе было обнаружено тело местной жительницы. Женщина не смогла открыть навесной замок, на который сама же закрыла дверь в жилой дом. И, видимо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, легла спать там же. С начала этого года в регионе возбудили 4 уголовных дела. В Маргаушах местный житель жестоко избил свою знакомую. В селе Шахазаны от полученных ран после драки с другом погиб пенсионер. А в Ядренском районе 50-летняя женщина зарезала своего сына. Травмы оказались слишком серьезными, он скончался от обильной потери крови. Позже выяснилось, что женщина уже имеет непогашенную судимость. В 1999 году женщина была уже судима за аналогичное преступление и также отбыла длительный срок заключения. Неспокойными эти праздники выдались и для огнеборцев. В МЧС отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество погибших на пожарах уменьшилось. Хотя выезжать на ЧП брандмейстеры стали чаще. С начала года произошло более 30 пожаров. Горели дачи, частные дома, автомобили и бани. Причины все те же. Кто-то курит в постели, а кто-то нарушает правила безопасности при эксплуатации доминых печей. Они, видимо, большинство было построено больше 10-20 лет. Все это требует ежегодного ухода за собой, ежеквартальной побелки, штукатурки домовых печей. К сожалению, видимо, сами хозяева по старости это может не могут. Операции жилища проводят все правильно. Но в основном мы делаем упор на профилактику пожаров именно пропаганду, разговорами. В определенной степени нам запрещено вторгаться в частное жилье. Статистика такая плачевная за прошлый год. Больше половины погибших, как раз у нас есть документы, что они отказались спускать эксплуатации для профилактики пожаров в жилье. Хотя, отмечают в МЧС, в республике не произошло ни одного умышленного поджога. В МЧС отмечают и другую положительную статистику. В этом году в республике не произошло ни одного пожара по причине неисправной пиротехники. Похоже, что жители Чувашии все-таки научились запускать фейерверки только в разрешенных для этого местах. В то же время в других регионах количество подобных происшествий увеличивается. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика.